Решила сделать генеральную уборку. Короче, тёмная мебель, ребят, это жесть. Это просто жесть. Вот хоть каждый день протирай пыль. Толку никакого. Да, Марси? Всё на ней видно. Скажи всем привет. Вы на канале моей мамы. Ну и на моём тоже. В моём и Гризлика. Ну что, моя генеральная уборка зашла в тупик. Я наткнулась на фотографии. И, конечно же, папочка. Улыбающийся, счастливый, молодой, красивый. Вы знаете, вообще фотографии целая эпоха, целая жизнь проходит. И я остановилась вот здесь. Вот давай смотреть фотографии. Естественно, эти фотографии, они мне все знакомы. Но когда ты их давно не перебираешь и не видишь, вдруг натыкаешься, то ты уже теперь по-другому смотришь на эти фотографии. Тем более, когда папа не стала. Мы с бабушкой. Это папина мама Мария. Какие мы здесь с ней младые, красивые, классные вообще. Мне нравится эта фотография. Мамулька. Мамулька моя любимая. Ты сейчас хорошенькая. Тут вообще хороша. Я не помню. Ты помнишь, мам, эту фотографию? Это Ленинград. Представляете, 1970 год. Фотоавтомат. Помните, были такие фотоавтоматы. И даже уже в бытность нашу, то есть в мою молодость, мы тоже фотографировались в таких фотоаппаратах. Я думаю, мама приехала первый раз в Питер поступать в институт. Мамочка-папочка. Это, по-моему, Рига, если мне не изменяет память. Но это точно Рига. Это Новокузнецкий. Я даже помню этот кабинет в Новокузнецком драматическом театре. Мамулька-папулька. Это доченька моя любимая, конечно же. У бабушки и у дедушки. Это мы тоже в Риге. Это, по-моему, Юрмала даже. Как же. Я обожаю Ригу. Папа обожал Ригу. И я вообще очень люблю Ригу. Так, ну, ребёнок мой любимый. Так, что у нас тут ещё интересного? Так, ну, это наши фотографии. Они часто, в общем-то, у меня видео появляются, где мамочка, папочка. Это уникальное фото. Я не знаю, мама помнит ли эту фотографию. В общем, моя мамулька. Первый раз, первый класс. Город Новокузнецк. Школа номер 12. Через энное количество лет я сяду за эту парту. Ну, а это единственный мой дедушка, которого я знала. На самом деле, это мой прадед. Это дедушка моей тётушки и моей мамы. Вот он молодой тут красивый. И вот он уже, когда появилась я, и была его внучка и правнучка уже. Вот такие замечательные, прекрасные фотографии сохранились. И мне так хорошо от того, что эти фотографии я могу передать, надеюсь, своим внукам когда-нибудь. Дедушка, конечно, такой был классический портной. Я полжизни, всё детство, пока он был жив, вернее, я ходила в шубках, которые он надшивал, что-то там шил, что-то делал. Дедушка ушёл, когда ему было 94 года. И вы знаете, он полез мыть окна в 94 года и простудился. В феврале это было. В общем-то, дай бог, каждому называется в 94 года ещё окна мыть. А это наши свадебные фотографии. Я помню, это тогда был такой писк. Полароид, вот эти вот снимки. Тут же всё рядом, фотография сразу выходит. Но это было очень модно, и папа ходил и фотографировал всё время. Так, вот такие вот мы классные, молодые, прикольные, я считаю. И тоже папочка тут весёлый такой. В общем, хорошие фотографии. Люблю я их очень на самом деле. А сейчас покажу вам фотографии, которые вот, ну, залипло. Я же убираться собиралась. Это молодая моя бабушка Мария, мама моего папы. Вот я там показывала, где мы с ней. А это вот бабушка, это моя мама. Мама. Вот бабушка. И мой папа. Он такой маленький. Марсель. Ну да, без тебя никуда вообще и никогда. Такие классные вообще фотографии. Бабушка прям молодая такая, тоже прикольная. Папа серьёзный тут вообще, такой парень. Ему прислали вот этот костюм откуда-то. То ли из Риги. В общем, он был в Новокузнецке в тот момент просто мега модный парень. Вот эта кепка драповая, по-моему, было там это пальто. Но, в общем, он рассказывал, что он был такой крутой-крутой. 1948 год. Это моя бабушка и её родная сестра. Это бабушка, мама моей мамы. Я когда смотрю вот такие фотографии, я думаю, боже мой, вот 1948 год. И в эту минуту они там стоят. И это для них здесь и сейчас. И вся жизнь впереди. А это сейчас я покажу мой дед. Эдуард Бондаревский. Это папа моей мамы. Вот они тут с бабушкой стоят. Родители моей мамулечки любимой. Он умер задолго до моего рождения. И всё, что я знаю о нём, это, конечно же, по рассказам моей бабушки. Рассказывала она о дедушке очень много. Всегда очень интересно. Ну, в общем, очень хорошие рассказы. Вот эта фотография военная. Большой портрет у нас в доме моего деда стоит. Вот эта фотография три поколения. Посередине это моя прабабушка Михля. Это маленький ребёнок, моя тётушка. Ну, а рядом, конечно же, моя любимая бабулечка. Это мамина мама. И тётушки моей мамы, конечно же, соответственно. Вот. Кстати, бабушка Михля, она увидела и меня. Она умерла, когда мне было, по-моему, года два. Но фотографий с ней у меня нет. Ну, а эта фотография, она просто уникальна. Это мама моего прадеда Монуса. Представляете, это моя, получается, прапрабабушка. Она единственная фотография, и она реально уникальна. Но у меня есть ещё одна фотография, которую я просто берегу и храню. Это фотография, где мой папа маленький, вот это маленький Олег Леонидович. И держит его на руках его бабушка, моя прабабушка Елена. То есть, вот представляете, насколько вот я люблю эти фотографии. Я никогда её не видела, никогда не знала. Что-то рассказывала мне бабушка. И вот она держит маленького-маленького папу на руках. И вот ещё одна фотография. На ней папа посерединке, между прочим, маленький. Естественно, его мама, моя бабушка Мария. И рядом с ней её родная сестра Анна. Вот именно благодаря Анне папа и полюбил театр. Именно она отвела его когда-то на первый в его жизни спектакль. И именно благодаря тому, что она его привела в театр, он и влюбился в театр. Моя генеральная уборка продолжается. Короче, закончится она, по-моему, одним-единственным шкафчиком. Потому что ничего не успею. Смотрите, нашла газету, сто лет её не видела. Называется «Кузнецкий меценат». Посвящена 70-летию Новокузнецкого драматического театра «Юбилею». В общем, ну, естественно, тут всякие фотографии старые. В общем, много чего интересного для людей именно, кто связан с театром, конечно же. Ну и, конечно, интервью. Ну и я, любимая, сегодня ты не нужен, завтра не заменим. В общем, молодая такая, я что-то там рассказываю и вещаю. Моя уборка продолжается. Нашла театральный альбом свой. «Собака на сене», я Диана. Очень я любила этот спектакль. Ну, сильно тут грузиться не буду. Ну, просто вот как часто вы заглядываете... Валентина, Валентина. Это я Женьку играла. В альбомы свои. Это вот «Звёзды на утреннем небе» тоже. Это юбилей театра, не помню сколько лет, Новокузнецкому театру. Так, это у нас «Проснись и пой». Ну, такой вот был классный, потрясающий спектакль. Так, Оливер. «Звёзды на утреннем небе». Это когда... Вообще про проституток с разной судьбой. Когда была Олимпиада, их увезли за 101-й километр. Ну, не только проститутки. Там все неблагополучные, душевнобольные. В общем, разные. Как считалось, неблагоприятные для Олимпиады существа, люди. Их убирали. Так, ну, это он, она «Окно покойник» или это номер 13 в Амхате. Идёт в Амхате такая пьеса. Машков её поставил. Так, ну ладно, это всё «Собака на сене». Вообще, правда, вот иногда годами не смотришь фотографии или смотришь, когда приходит кто-нибудь из гостей, там новых людей каких-то, желания что-то показать, есть. Вот как часто вы альбомы смотрите? Именно альбомы. Это один из первых моих спектаклей. Мне здесь 18 или 19 лет. Назывался он «Школа семейной жизни». Был потрясающий спектакль. Это вот «Жизнь мечты» Миши Бальзаминова. Вообще, надо фотографии отсканировать многие, чтобы они не потерялись. У вас много вообще дома альбомов семейных, правда? Вот как часто вы смотрите? Ну, вот это театральный мой альбом, такой не самый большой, но фотографий гораздо больше, но все не пересмотришь. Не пересмотришь. А вот так вот просто начинаешь делать генеральную уборку, натыкаешься на фотографии. Ну, вот как так? Как так? И генеральная уборка превращается в просмотр фотографии. Это спектакль был у нас «Русалочка». Я такая «Русалочка». И вот. Ладно, ребят, ставим лайки, пишем свои комментарии, как часто смотрите вы свой семейный альбом и вообще фотографии путешествий. И вообще, насколько актуально сейчас распечатывать фотографии и вот складывать их в альбом.